Девушки отдыхают Синьё, иди ко мне Синьё, мама с папой уехали очень далеко С этого времени ты поживёшь со мной? Девушки отдыхают Что вдохновило вас на эту картину? Вдохновение этой картины исходило от моего стремления к искусству в течение нескольких лет Также на картину меня вдохновила лавина, когда я был на краю смерти Это было в Шангрела, вы знаете? Тётя Фуан, кто этот дядя? Почему картина папы стала его картиной? Зачем он украл её? Я понятия не имел, как рисовать Но когда я увидел снежные горы и красивые пейзажи Это внезапно вдохновило меня То, что ты сделал, это не просто плагиат Неужели тебе не стыдно? Фан-Фан Я не виновен Я могу всё объяснить Это чень Джен Си заставила меня Кроме того, её распиарили бизнес-сообщество и СМИ Превратив этим её в шедевр Я не думал, что так случится Я... Когда это произошло, у меня не осталось выбора Признаю Я забрал эту картину, чтобы помочь Цефену Исполнить его мечту И основать Школу Снежных Гор Ты имеешь в виду? Это вина твоей жены? А ты тут совсем ни при чём? Ты действительно думаешь, что я поверю в это? Фан-Фан Пожалуйста, прошу тебя Ради нашего старого времени Ты не могла забыть меня в своём сердце Всё, ради чего я так много работал И ты сможешь жить спокойно? С таким грузом на душе? Ты ужасен Фан-Фан Хватит, я так больше не могу Фан-Фан С этого времени я буду держаться от тебя подальше Я должна была давно это сделать С этого момента Между нами всё кончено Фан-Фан Мы это уже проходили когда-то Сейчас всё станет лучше Почему ты думаешь о том, что уже произошло? Ты боишься, что я раскрою твои постыдные тайны? Ладно Я не скажу ни слова Однако Я прошу тебя оставить меня и Синьюэ в покое Ты можешь это обещать? Я обещаю Чтобы избежать ненужных проблем Я забрала Синьюэ И мы уехали из Шанхая Он вернулся в Сычуань Синьюэ Синьюэ После этого Синьюэ уехала в колледж С тех пор мы потеряли контакт Вот почему я переехала сюда Ждать её Нет Мой отец не стал бы этого делать Ты всё врёшь Зачем мне лгать? Посмотри, сколько мне лет Послушай, Чуджихан Я уже заплатила за всё, что натворила Я не боюсь говорить правду Не может быть Это невозможно Не веди себя как ребёнок Ты слышал меня Твоё право верить или нет Я тебе кое-что покажу Смотри Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Кто там? Кто это? Джихан? Папа, что происходит? А что должно произойти? Да что с тобой такое? Расскажи мне, что случилось 20 лет назад! Заходи, мы в гостинице. В чём дело? Папа, правда ли то, что произошло 20 лет назад? Какая правда тебя интересует? 20 лет назад кое-что произошло между тобой и отцом Лисиньюа. Это правда? Я хочу услышать это от тебя! Джихан, как ты мог поверить в то, что сказали другие? Разве ты не знаешь, что слухам нельзя верить? Папа, поэтому я тебя и спрашиваю, что случилось 20 лет назад! О чём ты говоришь? Что тебе рассказать? 20 лет назад ты и Сяо Фан Фан были вместе? А? Откуда ты узнал? 20 лет назад ты забрал картину отца Лисиньюа? Чушь! Сынок, это всё придумали, чтобы навредить твоему отцу. Джихан, как ты мог поверить Лисиньюа? Кто я такой? Я твой отец. А ты мне не веришь, но веришь какой-то незнакомой девчонке? Она не только оклеветала меня, но ещё и настроила моего сына против меня. Как ты мог поверить её словам? Один из них – мой уважаемый отец, другая, любимая женщина. Кому я должен доверять? Зачем ты это сделал? Почему бы тебе не сказать мне правду? Хорошо. Я могу сказать тебе правду. Я могу сказать тебе всё, что ты захочешь. Всё нормально. Но сначала пообещай мне одну вещь. Ты должен вернуться в Шанхай со мной. Значит, так всё и было. Джихан, мы с твоей мамой сделали это для твоего же блага. Ты или Синьюа никогда не сможете быть вместе. Я ясно выразился. Будь хорошим мальчиком. Поверь мне. Возвращайся с нами в Шанхай. Хорошо? Папа, больше ничего не говори. Я вернусь с тобой. Я буду держаться от неё подальше. Буду держаться подальше от этого места. Мы уедем завтра. Ты отказала Чу-Джихану из-за Чуханфея? Это только часть причины. Ты хорошо знаешь. Я беспокоилась, что у тебя есть отношения с Чу-Джиханом. В конце концов, он сын Чуханфея. Я понимаю. Чу-Джихан хороший парень. Я не хочу, чтобы он пострадал. Пусть спокойно живёт в Шанхае. Но иногда избежать страданий невозможно. Тогда что ты собираешься делать дальше? Завтра я представлю ультиматум Чуханфея. Если он всё же откажет мне, я не буду облегчать ему жизнь. Хорошо. Я всегда на твоей стороне. Спасибо, тётя Фан. В чём дело? Чуханфея прислал мне сообщение. Я ему отвечу. Для чего он тебе написал? Я могу стать невестой Чу-Джихана, если откажусь от претензий. Что ты собираешься делать? Не важно, что он скажет мне завтра. У меня только один выбор. Они открыто похищают и мстят госслужащим. Неужели? Что они думают? В полицию поступил звонок. Одного полицейского застрелили. Мы гарантируем, что докопаемся до сути этого. Мы уничтожим этих преступников. Засадим их в тюрьму. Смотрите новости. Привет, брат. Ты впервые стрелял в человека? Довольно неплохо. Продолжай есть. Пожалуйста. Спасибо. Госпожа Ли, попробуйте. Это лучшее западное озеро Лундзин. Ты знаешь, почему я пригласил тебя выпить Лундзин сегодня? Это потому, что западное озеро Лундзин – любимый чай твоего отца, Ли Цефена. Я никогда не ожидала, что мастер Чу пригласит меня поболтать. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, тогда я… Возможно, тогда я смогу немного расслабиться. Это мои принципы, которых я всегда придерживался. Позвольте мне всё прояснить. У меня есть только одно желание. Я надеюсь, что вы сможете со своим статусом художника вернуть имя моего отца. Конечно, могу. Но что конкретно я должен сделать? Ли Цефен – мой старший однокурсник. Я всегда его уважал. Я могу предложить художественному колледжу провести для него выставку и организовать критиков, чтобы те написали статьи о нём. Но есть проблема, госпожа Ли. Сколько оригинальных эскизов твоего отца есть в твоих руках? Достаточно ли, чтобы провести выставку в галерее? Независимо от того, сколько оригинальных проектов у меня есть, я могу сказать, что у меня есть его самая важная картина. Это картина «Дитя». Госпожа Ли, ты, наверное, шутишь? Все давно знают. «Дитя» было написано мной, Чухон Феем. Маленькая девочка на картине – это я, художник, мой отец. Вы говорите мне, что это вы меня нарисовали. По-моему, это вы шутите. У тебя есть доказательства? Госпожа Ли, если ты не можешь отпустить свою фантазию... Ты не оставляешь мне выбора. Мой адвокат с тобой свяжется. Независимо от этого, у меня есть только одно желание, и я его озвучила. Я думаю, у тебя сложилось предвзятое мнение обо мне. Подумай. Дай мне шанс, и я смогу все объяснить тебе. Хорошо? Все те годы у нас с твоим отцом был один и тот же учитель. Свободное время мы проводили вместе. Мы делились друг с другом техникой живописи. Эта картина была написана твоим отцом в соавторстве со мной. И я почти уверен, что на 90% эта картина была написана мной. Сяо Фан Фан отправила тебе картину, чтобы заставить тебя поверить, что я ее украл. Поэтому я пригласил тебя сегодня, чтобы наконец рассказать тебе правду и избежать больших недоразумений. Все, что ты думала обо мне. Я не виню тебя. Но уже пора прекратить. Могу я попросить тебя еще об одной услуге? Не могла бы ты, пожалуйста, оставить Джихана в покое? Просто отпусти его. Он вырос под нашей опекой. Он никогда не знал никаких проблем, не сталкивался с трудностями, и я благодарен тебе за то, что преподала ему такой важный урок. Если вы пригласили меня только ради этого, мне нечего сказать. Я просто хочу прояснить для тебя прошлое, чтобы ты знала правду. Хочу, чтобы мы жили в мире. В мире? Между нами не может быть мира. Лицефен умер слишком молодым. Я не мог помочь ему позаботиться о тебе. В своем сердце я чувствую себя виноватым. То, что не заботился о тебе. Это моя вина. Ты права насчет того, что твой отец сделал большой вклад в эту картину. Если тебе нужны деньги, я могу помочь тебе с этим. Не притворяйтесь передо мной щедрым. Вы жадны до чужого имущества, но не думайте, что все такие, как вы. Госпожа Ли, не пойми меня неправильно. Я искренне хочу помочь тебе финансово. Просто перестаньте притворяться. Смотрите мне в глаза и лжете. Никогда не пытайтесь купить меня. Может быть, в ваших глазах деньги могут решить все проблемы. Но поверьте, это не может решить мою проблему. Ли Синьё, которая в последнее время стала популярной из-за прямой трансляции, объявила, что небольшие новости об отце своего напарника Чухан Фея, который является известным художником. Что за история стоит за этим? Лилия! Лилия! Извините, что заставила ждать. Скажите что-нибудь! Скажите что-нибудь! Нужи, пожалуйста, скажите наконец-то! Извините, 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 что заставила ждать. Почему нет мастера Чухан Фея? Где он сам? Он скоро будет здесь. Прежде чем он придет, я хочу поделиться с вами одной историей. Смотри. В те годы Ли Цефэн и его жена погибли в Шангрила. В этом мире осталась только маленькая дочь. Что такое с этой Ли Синьюэ? Мне все равно, что она задумала. Иди и заткни ее, не позволяя влиять на твою репутацию. Тянь, за пиар всегда отвечала ты. Я не могу этого сделать. Я не хочу ее видеть. Хон Фэй, прямо сейчас иди и исправь это. Каждый раз, когда я думаю о том, что она играла с моим сыном, я начинаю беситься. После этого происшествия, один из его коллег забрал посмертную работу Ли Цефэна и представил ее как свою собственную. С тех пор он стал основателем Школы Снежных Гор. Школы Снежных Гор? Прежде чем я закончу эту историю, я думаю, что вы уже знаете, кто этот коллега. А кто это? А кто это? Человек? Мастер Чу Хон Фэй? Откуда вы знаете эту историю? Есть ли доказательства? У вас есть доказательства? Мы хотим услышать мнение мастера Чу. Я здесь сегодня, чтобы рассказать вам правду. Потому что я хочу дать Чу Хон Фэю шанс. Признать ошибку, которую он совершил в то время. Где же он сам? Нам нужно его мнение. Мастер Чу здесь! Мастер Чу здесь! Дорогие друзья журналисты, прошу вас немного помолчать. Я отвечу на ваши вопросы один за другим. Но прежде чем я отвечу на эти вопросы, у меня тоже есть просьба. И мне нужно, чтобы госпожа Синьюэ ответила за меня. Отец Синьюэ ваш старый друг? Это долгая история. Не просто старый знакомый. Синьюэ! Босс! Босс! В чём дело? Смотри, смотри, что происходит! Правда. Я дочь лица Фэна. Вот почему я стою здесь. Я забрала то, что должно принадлежать моему отцу. Госпожа Синьюэ, даже если вы дочь лица Фэна, но 20 лет назад когда произошло... Я пойду найду Лили. Что ты собираешься делать? Босс! Есть ещё один человек, кто тогда тоже спасся. Она была ученицей моего отца. И она была той, кто вырастил меня. Она всё это видела. Но почему она молчала 20 лет? Правда, почему? Почему она не рассказала? Кстати, я не видел Фан-Фан уже много лет. Она в порядке? Госпожа Синьюэ, почему её сегодня здесь нет? У неё есть свои причины, почему она хочет оставаться в тени. Тогда как вы можете доказать, что мастер Чу присвоил картины вашего отца? Правда, как вы можете это доказать? Вы можете посмотреть на работы Чу Хан Фэя, написанной 20 лет назад. Его стиль сильно отличается от этого снежного стиля. Мастер Чу, что вы можете сказать в своё оправдание? Да, как вы это объясните? Не могли бы вы объяснить это? Позвольте мне привести вам пример. Пикассо создал абстрактное искусство. Только после того, как он изменил реалистичные методы живописи, стал знаменитым. Я прав? Вы не можете взять ранние картины и просто заявить, что у них разные стили. Вы хотите сказать, что Пикассо тоже вор? Чу Хан Фэй, вам лучше не лгать журналистам. Такие вещи, как личный стиль, не меняются в одночасье. Но это так, когда дело доходит до живописи. Думаю, я могу рассказать больше, чем ты. Ну да, так-то. Чу Хан Фэй, неужели так трудно признаться, что вы забрали картины моего отца? Причина, по которой вы стоите тут. Потому что тогда мой отец спас вам жизнь. Вы должны были быть благодарны, а не занимать его место. Забрали его работы и наслаждаетесь славой и богатством, которые вам самому никогда не заработать. Вы можете жить так? Сеньюэ, ты не можешь видеть только одну сторону, той истории из прошлого. Если ты готова, я могу рассказать каждую деталь о нашем с твоим отцом совместном прошлом. Но ты никогда не давала мне такого шанса. Много лет ты жила с тем, во что веришь сама. Это неправильно, Сеньюэ. Что такое, по-вашему, правда? Мы оба её знаем. Я знаю только одно. Меня оскорбили. Я, Чу Хан Фэй, не должен быть здесь, где я сегодня. Но всё же... Но всё же... Я и твой отец в те годы были самыми перспективными молодыми художниками. Если бы не тот несчастный случай, я уверен, что твой отец, возможно, был бы основателем школы живописи. Я никогда в этом не сомневался. Если сегодня ты только хочешь его признания как художника, я могу сказать на глазах у всех СМИ, от всего сердца. Ли Цефэн был самым талантливым художником, на мой взгляд. Его потери – это потери для всего художественного круга. Про наличие таланта у моего отца понятно всем, кто его знает. Нет нужды в вашем признании. Я просто хочу, чтобы вы признали свои ошибки перед прессой и извинились перед моим отцом. Ли Цефэн, я думаю, если бы Цефэн мог знать, что происходит, увидел, что ты сейчас делаешь, он бы чувствовал себя разочарованным тобой. Ты дочь своего отца. Вообще-то ты довольно талантлива в плане живописи. Зачем ты это делаешь? Хочешь привлечь к себе внимание? Так ты ничего не заслужишь. Не могу поверить, что вы превратили белое в чёрное. У вас совсем нет совести. Ли Синьоэ, если ты всё ещё одержима этой прямой трансляцией, как друг твоего отца, я должен преподать тебе урок от его имени. Это вы никогда не осознавали своих ошибок. Чихон Фэй, сегодня у вас последний шанс. Если вы отказываетесь признавать ошибки, которые вы совершили, у меня нет выбора, кроме как встретиться с вами в суде. Синьоэ! 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 Мастер Чо, объяснитесь, кто из вас прав? Кто из вас прав? Вы всё видели. Это просто для шумихи. Вы её раздуваете? Кто из вас говорит правду? Я уже сказал, что это просто попытка раздуть скандал. Чтобы оскорбить меня. Я хочу воспользоваться этой возможностью и через СМИ, предупредить всех подростков. Нет никакой пользы от этого. Нет быстрого пути к успеху. Не стремитесь стать знаменитыми в одночасье с помощью рекламы и пиара. Это аморально. Это неправильно. Лили. Так, как это уже произошло, можешь ли ты согласиться и отпустить его? Кевин, я уже говорила, это не имеет к тебе никакого отношения. Но Чухон Фэй – мой отец. Извини. Мне всегда хотелось оградить это от тебя. Но в итоге никто не может отказаться от своей семьи. Оградить? Ты имеешь в виду, что ты знала, что я сын Чухон Фэй с самого начала? Или после того, как мы добрались до Шангрила? Или перед тем, как мы начали путешествие? Вот я стою прямо перед тобой. Как сказать это по-французски? Хорошо, что это ты. Это ты. Ты сказала, что любишь смотреть фильмы. Какие фильмы тебе нравятся? Их слишком много. Но больше всего мне нравится про путешествия. У нас общие интересы. Наше приложение про путешествия. Оно не очень хорошо известно. Почему оно тебя заинтересовало? Мне это приложение очень понравилось. Я думаю, что дизайн довольно прост, без многих коммерческих функций и рекламы, по сравнению с другими подобными программами. И я думаю, это хорошая платформа, чтобы делиться своими чувствами. Я думаю, нет ничего такого, если у нас общие увлечения или иная связь. Все, что ты сделала, я понимаю тебя. Извини. Я сделала это ради своего отца. Также намерена открыть правду. Мне пришлось так поступить. Но, Лили, ты хоть представляешь, вдруг все, во что ты веришь, на самом деле обман. Это не так, как ты думаешь. То, что ты видишь, не всегда есть факт. Ты не знаешь моего отца. Ты не в том положении, чтобы судить его. Прости. Я просто хочу, чтобы ты мне пообещала. Будь осторожнее. Остановись на этом. Ладно? Я знаю, что ты чувствуешь. Но ты не можешь ничего изменить. Извини. У меня нет выбора. Субтитры создавал DimaTorzok Возьми. Иди и исполни свою мечту. Спасибо, пап. Большое спасибо за то, что помог с деньгами. Теперь я могу запустить эту программу. Глупый мальчишка, ты не обязан мне это говорить. Для чего мы с твоей мамой работаем так много лет? Я знаю. Вы обеспечили мне комфортную жизнь. Чтобы я был счастлив. По сравнению с моими сверстниками, мне более чем повезло. Папа, самое лучшее для меня – быть твоим сыном. Я рад, что это ты. И мне очень приятно. Это действительно ты. Приятно познакомиться. И мне. Почему-то я чувствую, что мы где-то встречались. Конечно, мы встречались. Где же? В приложении. Этот фильм рассказывает о том, почему Рим известен как город любви. Вот что говорят люди. Я влюбился в это место из-за одного человека. Честно говоря, я раньше боялась этого места. Из-за кое-кого. Что за место? Похоже, там есть небольшая история. Шангрела. Это место, куда я хочу попасть больше всего на свете. И оно же, куда я боюсь попасть. Я не могу согласиться. Ты можешь ехать куда угодно, но только не в Шангрела. Почему? Потому что там нет хороших снов. Только кошмары. Папа, у меня к тебе вопрос. Спрашивай. Дитя, которое ты нарисовал. Почему это не я? Почему там девочка? Потому что я знаю. В то время вы с мамой хотели дочку. Вот почему ты нарисовал девочку. О чем ты говоришь? Я так и знал. Я никогда не поступлю, как он. Я никому не позволю причинить тебе боль. Я буду заботиться о тебе вечно. Обещаю тебе. Даже если это не Цинь Сеу Тянь, я не могу быть с тобой. Честно, у меня всегда была мечта. Поехать в трейлере с кучей друзей. Без какой-либо определенной цели. Только со списком маршрутов. Без ограничения времени. В таких поездках, где все происходит случайно, можно получить уникальный опыт. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы поехать куда-то? В Шангрила. Хорошо. За Шангрила! Давай. За тебя. За тебя. За тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сяся, давай начнём Ладно. Все готовы? Всем привет! Это Сяся. Сейчас мы находимся в море Напа. Разве тут не замечательно? Так же, как мы видели на фотографиях. Насколько я могу видеть это романтичное место, поэтому мы должны были прийти сюда. Синья, скажи что-нибудь романтичное. Поделись с нами. Я больше похожа на то, что изолирована от романтики. Я не испытываю ничего романтичного. Что? Это из-за Циньсяу Тяна? Субтитры создавал DimaTorzok Я стараюсь не думать о нём. Правда. Я пережила нечто ужасное в Шангрела. Потеряла тут многое. В этом романтическом месте. Я ищу своего сына. Субтитры создавал DimaTorzok Это ты. Это я.